Друзья мои, добрый день! Московское время 12.00. Я в прямом эфире. Это мой четвертый юбилейный прямой эфир. Я его провожу, как всегда, не одна, а вместе с интересной персоной. Я пригласила к себе в прямой эфир автора проекта Точка Ли Нурлана. Сейчас мы подождем чуть-чуть, пока все соберутся, и ждем Нурлана. Пообщаемся на тему современных вам привет-привет. Я предлагаю вам, если у вас есть возможность налить себе чай, кофе. В Краснодаре так похолодало, как всегда, неожиданно и резко, что... Кто у меня из Краснодара? Наша роскошная осень. Привет-привет! Итак, сегодня мы будем обсуждать самую, наверное, востребованную тему. Будем говорить об успехе, обсуждать успех, как мы будем... Что нужно делать, чтобы в нынешних реалиях оставаться или становиться успешным. И об этом нам расскажет Нурлан. Он автор проекта Точка Ли. И мы сейчас вместе с вами можем позадавать ему вопросы, которые нас, вас интересуют. Нурлан, мы вас ждем. Ой, благодарю, благодарю. Очень мне приятно. Я вас, к сожалению, не вижу. Пока еще возможности Инстаграма не дают. Точнее, таких возможностей Инстаграма нет, чтобы я могла вас видеть. Но, думаю, не за горами, когда прямые эфиры можно будет вести глаза в глаза. Что-то у меня тут свет прыгает. Мне кажется. Вот. Запороз. Выйти в прямые эфиры. Не сильно в этом. В прямых эфирах? Ну, будем совершенствоваться и в этом направлении, потому что... Здравствуйте, Нурлова. Здравствуйте, здравствуйте, Наталья. Я к вам в эфир вышла из Краснодара. А вы ко мне откуда? Из какого города? Я из Москвы. Вы сейчас в Москве. У нас в Краснодаре роскошная осень, но похолодало, и мы все немножечко... приоделись, скажем так. Как там дела в Москве? Замечательные дела в Москве. Прохладно, осень чувствуется, и это хорошо. Осень должна быть осенью. Согласна. Вы в ближайшее время планируете приехать на юга, правильно? Да, да. Рассказывайте. Сразу с югов начать, Наталья? Давайте начнем с представления, потому что, я так понимаю, что наши прекрасные участники эфира... Так, кто со мной не знаком, кто с Нурланом, у нас же совместный эфир. Давайте сначала предлагаю представиться Нурлану, рассказывать. Зовут меня Нурлан. Фамилия моя Мураткали. Мураткели, Мураткали, склоняется как угодно. Я основатель и ведущий проекта Точка Ли. В данный момент я представляю проект Точка Ли. Вот в этом эфире непосредственно. Если очень кратко, Наталья. Так, ну у нас прямой эфир, и не будем ему тут кратко. Рассказывайте, что это за проект такой Точка Ли? В первую очередь это образовательный проект. Если брать глубже, это научно-исследовательский проект. Мы работаем, то что называется, с энергоинформационными технологиями. В прошлом я преподаватель Академии психо-социальных технологий Санкт-Петербургской. Преподаватель школы ДЕИР. Это дальнейшее энергоинформационное развитие. До этого я занимался бизнесом. До этого я был преподавателем университета. По первому своему образованию я историк. Историк и психолог, да. То есть, история и психология. Вот такой факультет интересный был. История и психология. То есть, это было связано больше с педагогикой. Но это в далекой юности, так скажем, молодости. Потому что мне за 50, когда я был преподавателем, мне было... Ну, преподавать я начал официально уже. Мне было, по-моему, 23-24 года. Да, я сейчас точно не помню. Четвертое века. Да. То, чем я занимаюсь, это энергоинформационные технологии, к которым я пришел, конечно, если уж говорить так в долгую. Это из детства. То, что я считал в детстве, это как бы есть у всех. Потом, как выяснилось, это есть не у всех. Даже за это меня били. Или даже за это наказывают. Когда ты что-то видишь то, что не видят другие, если ты об этом вдруг вслух вещаешь, ну, вдруг как-то становится неуютно. Особенно, если ты ребенок. Но мне это хорошо пригодилось. Там, где нужна была активная деятельность, где нужна была то, что называется интуиция. Не важно, это армия ли, университет ли. Но особенно очень мощно это пригодилось, конечно, в бизнесе. В бизнесе я принимал решения из своего видения, но то, что это называется интуиция, там очень быстро делал определенные результаты. бизнес-результаты. Но со временем понял одну такую интересную вещь, что прежде всего мне интересно заниматься именно этим. То есть изучать то, за счет чего я принимаю такие решения. Насколько эта вещь уникальна или закрыта там от многих. Это может быть такая какая-то вещь, свойственная только одним людям. Для себя я понял, что это свойственно всем людям фактически. Только несмотря на то, что каждый человек уникален, каждый может приносить свои краски в этот момент. И когда я наткнулся на разработки, с которыми работали то, что называют советские годы военные психологи, и непосредственно работал с этими людьми, я понял, что это не эзотерика никакая. Это не какие-то шаманские пляски, это не бабушкины какие-то порчи, сглазы, там и работа с потусторонним миром. Это научно-исследовательская работа. Причем ребята там работают с очень практической направленностью. То есть если военные психологи, понятно, их задачи там узконаправленные в этом плане. Если говорить, допустим, о том, чем я занимался уже гораздо позже, после Академии психоциальных технологий, я работал уже в свободном поле, занимался тем, что сейчас называется трабл-шутер. Я тогда такого словосочетания не знал, но трабл-шутер меня впервые назвали в Китае. То есть меня передавали из рук в руки. Я решал вопросы в бизнесе, решал вопросы, связанные с политикой, решал вопросы, связанные, ну даже такие узкие, может быть, вещи со спортсменами, вопросы с отношениями. То есть я заходил в очень короткий контакт. То есть была проблема, я ее решал. И для себя мне было вот просто это поле интересно настолько, что я брался решаться за задачи, которые мне не по плечу на тот момент. Ну то есть я не знаю, как это решать. На самом деле я не знаю. У меня нету никаких шаблонов. И если такая задача вдруг попадается, я брался за нее с радостью. Причем я повторяю все время, что я себе отрезал пути к отступлению. То есть я брался решать задачу, брал 100% предоплату. Всегда брал 100% предоплату. Потому что в данном случае просто я был обязан решить эту проблему. И я ее решал. Задачи были разного рода. Не могу говорить о том, что связано непосредственно с моим клиентом, поскольку это такая конфиденциальная где-то информация бывает. Потому что можно вычислить этих людей. А вот допустим, те задачи, которые я решил в широком поле, в известном поле, ну из самых таких, чем я могу не похвастаться и не похвалиться, а в открытую сказать, это я взялся за задачу поставить программу оздоровления зрения в Китае. То есть мой клиент непосредственно заказывал вылечить глаза себе, своей семье и поставить программу оздоровления зрения без операций, без БАДов, без лекарств, без медикаментозных каких-то методов. Я не понимал в этом ничего. У меня 100% зрение. У меня все в семье здоровые в этом плане. И для меня это был вызов. Я взял паузу на несколько месяцев, по-моему, 2,5-3 месяца и попросил собрать группу специалистов, именно специалистов, офтальмологов и психологов. Естественно, с плохим зрением. И еще поставил более сложную для себя задачу. Я попросил своего заказчика, чтобы заказчик дал установку этой группе развенчать меня. Ну то есть как можно жестче со мной работать в плане того, что все-таки я объяснить им, что я не специалист в этой области, я гуманитарий, я не медик, у меня нету не специальных навыков и так далее, и так далее, и так далее. И та группа, которую мне собрали, это была первая группа в Пекине в 2014 году, я туда приехал в состоянии, в таком, как вам сказать, вот в такие, я вхожу в эти состояния, как вот, ну, боевое, можно сказать. Потому что действительно был настрой, я понимал, что мне, если я группу не включу за 4 часа, первые, до обеденного перерыва, я ее не смогу вытянуть и за 7 дней. Тем более, что у меня были очень плохие переводчики, к сожалению, так получилось, что это были молодые студенты с Казахстана, и они очень плохо знали китайский язык, вот так вот, прям скажем, да. То есть у меня был двойной барьер, языковой барьер, и чисто такой психологический, в том плане, что люди понимали, что я не специалист в этой области. И все, что я сделал за 4 часа, я этим людям, умудренным жизненным опытом, плохого зрения, облеченные определенными грузом знаний в этой области, офтальмологи, ребята, действующие в этом направлении, работающие в клиниках, я им рассказывал, как устроен глаз, такой шарик брал надувной, ну, надувал, залил в него воду и показывал, как устроен глаз, как он работает, почему видит человек далеко, почему близко видит, почему он плохо видит. То есть я им объяснял банальные истины с их точки зрения, но, в конце концов, я им объяснял, почему человек плохо видит, что это связано именно с сознанием человека, что это привычка, что плохое зрение, как и любая болезнь, как и любая неудача в жизни, любые проблемы в вашей жизни, это свойство нашего сознания, это привычка. И спустя 4 часа я сделал такую интересную вещь. Ну, до этого мы проверили, естественно, зрение с 5 метров, как положено, таблица 5 метров, правый глаз, левый глаз, в очках, без очков, хотя они прекрасно знают свое зрение, а затем я дал им упражнение, одно, всего лишь одно упражнение, которое длилось, ну, его можно провести за 3 минуты, можно за 8 минут, я где-то провел за 5 минут, 4-5 минут. И на исходную позицию ребята смотрим в правом глазу, в левом глазу. И у всех ребят улучшил зрение более чем на 50%. Понимаете? Ну, то есть, если там они плохо видели вот настолько, то есть, это уменьшилось. В основном, где-то в среднем на 60%, только после первого упражнения. То есть, у вас, вы смотрите на проблему, под другим углом, скажем так, правильно? Я понимаю. Да, да, да. Ну, смотрите, у нас тема успех. Все сейчас на этом, в общем, все меряется, у каждого свои возможности, у каждого свои критерии успеха. Вот, но все, безусловно, хотят быть успешным, потому что в современном мире иначе никак. Давайте немножечко раскроем нашу тему, ну, так вот, чтобы для, ну, практически для всех людей какие-то, вот, может быть, есть одинаковые постулаты, чтобы быть успешным, или, по крайней мере, хотя бы сделать какие-то шаги в этом направлении. Я, кстати, не случайно начал пример созрения, потому что, кстати, я завершу вот этот рассказ. Дело в том, что как только они увидели, я у них спросил, вы это видели? Они говорят, да. Вы понимаете, мы не с почками работали, не с позвоночником, да, это не эффект плацеба, не самовнушение. Вы видели это своими глазами, что ваши глаза вдруг стали видеть лучше. Но этот эффект минут на 15-20. А дальше откат. Вы готовы работать 7 дней? Да. Вот, кстати, эта самая первая группа стала у меня группой преподавателей в моей методике в Китае. Что я хочу сказать? Кстати, они настолько поверили в то, что я делаю, что на 4-й день они привели ко мне слепого человека. В конце 3-го дня или на 4-й день они привели ко мне абсолютно слепого человека. Но что я проверил, просто, я, конечно, сам был в шоке, но в том плане, что, ну, ну, давайте попробую. Проверил все, что я сделал, проверил просто, как у нее зрительный канал. А я увидел, что зрительный канал у нее действует. Он увидел шарики, которые, ну, которые я подводил, он свет увидел, темноту. То есть, зрительный канал работает. И вы знаете, после некоторых упражнений он подошел к таблице, очень близко, правда, и увидел. Я был в таком шоке, что я сматерился. Переводчики мне говорят, переводите. Я говорю, конечно, нет, ребята, но я в шоке. То есть, я, мы настолько удивляемся своим собственным способностям, что в данном случае нужно просто нам самим открывать глаза. И первое, то, что нужно понимать про успех, это именно видение. Все, что нам необходимо, нам нужно видение. Во-первых, видение, где мы находимся и куда нам двигаться. Второй, более глубокий уровень, это понимание того, кто ты такой, сам, лично. Потому что мы слабо понимаем, кто мы такие. в данном случае я хотел бы вот такой рассказ, небольшой, маленький, буквально, на две минутки рассказать. Это реальный случай, это я читал рассказ одного журналиста, уже бывшего. Когда-то он работал на телевидении и брал, вот у него было задание такое репортерское, взять интервью у людей с одним вопросом всего лишь. Что вы считаете, что самое плохое на земле существует? И он брал этот интервью в аэропорте Кеннеди в Нью-Йорке. Подходил, спрашивал у людей, а люди отвечали, война, болезни, голод, смерть, предательство и так далее. И вот он заметил среди пассажиров одного буддийского монаха, это известный, кстати, буддийский монах, Санцунг, по-моему, его имя полное. Он подошел к нему и задал этот вопрос. Что самое плохое на земле? А монах ответил вопросом на вопрос. Кто вы? Он говорит, я Джон Смит. Он говорит, это имя. Вы кто? А он говорит, я тележурналист компании, такой-то телекомпании. Он говорит, это профессия. Вы кто? Ну, человек я, в конце концов. Он говорит, это биологический вид. Вы-то кто? И вот в этот момент у него произошел дзен. Он сам описывает, когда у него даже рот открылся, он понял, что самое страшное на земле не знать, кто ты такой. Вот мы в основном и не понимаем, кто мы такие. Проблема в этом. Вот видение внутреннее, понимание того, кто ты такой, то есть твои дары, твое предназначение, твое задание в этой жизни и понимание того, что ты не просто оболочек материальное. Допустим, я Нурламурат Калий, казак по национальности, мне 51 год, я живу в Москве, занимаюсь тем-то, тем-то. Но это не я еще полностью. Я для себя понимаю, что я на самом деле гораздо больше, чем я в этой жизни. Я еще душа, я личность душа. У меня есть жизни были до, будут после и моя жизнь всего лишь один день жизни моей души. И если подойти с позиции души, то можно увидеть то, что не видно нашему уму. Нашему уму, который уже обусловлен социумом, обществом и живет в какой-то узкой парадигме того, что мир материален. На самом деле мир нематериален, не только материален, он энергоинформационный мир, он большой. Ученые сейчас говорят о том, что фундаментальные физики говорят о том, что материальный мир это всего лишь 4 десятых процента. Понимаете? А все остальное там 3,6 от межгалактический газ, а 96% это темная и так называемая темная материя и темная энергия. И вот это пространство мы не осваиваем. А мы еще человек это энергоинформационные существа. И мы рождаемся с уникальными навыками, которые в социуме не используются. Так называемые энергоинформационные наши навыки. Мы с этими навыками рождаемся, но мы их забываем, потому что в социуме они не поддерживаются, не воспитываются. Образования у нас такого нету. Это умение видеть и создавать то, чего и работать в том пространстве, которое мы не видим, по сути дела. И вот моя задача, я считаю, и задача таких людей, как я, создавать такие программы образовательные, где мы можем в легкой форме человека знакомить с тем, что он умеет, его навыки, которые даны ему от рождения. Видеть то, что не видят остальные люди, слышать то, что не слышат остальные люди и с помощью этого видеть самое главное, направление своего движения. Успех, успех, это понимание того, в каком направлении ты двигаешься. Удача на этом пути, она как бы, это быть в нужное время, в нужном месте воспользоваться ситуацией. Вот такая короткая формула. Но видение, это очень важная вещь, чтобы понять, допустим, где находится человек, мне нужно понять, вот я просто смотрю, каких он результатов достиг сейчас, я понимаю его прошлое. Просто по определенным результатам, не внешним, а таким настоящим результатам, чтобы увидеть его будущее, мне нужно понять, чем он сейчас занимается. Увидеть. Я понимаю, что он сейчас создает свое будущее. Либо он кружится по старым стратегиям, идет по кругу, живет в рутинной жизни, а мы ведь после 30, особенно после 40, очень хорошо начинаем чувствовать, что если мы живем, двигаемся не в том направлении, причем, самое страшное, на самом деле, очень эффективно двигаться не в том направлении. Понимаете? То есть, это самое страшное в жизни, когда ты вдруг понимаешь, что ты тратишь силы не туда. И это источник всех прокрастинаций, всех откатов, всех кризисов и всех тех проблем, которые мы называем душевные проблемы. И на точке мы построили таким образом, вот я на своей точке построил вместе со своей командой обучение таким образом, что у нас первая точка, это называется энергия предназначения. Почему энергия предназначения? Потому что энергия – это сила. Мы можем знать, куда нам двигаться, но почему-то нету сил. Нету сил. Вот мы не просыпаемся, возможно, уже по утрам с той радостью, вау, ты просыпаешься и ты понимаешь, я проснулся, у меня сейчас, я буду двигаться в том направлении, к чему я и так всю жизнь. Вот если это исчезает, это понимание того, что душа уже начинает страдать. Вот первая точка энергия предназначения. Она идет пять дней у нас с утра до вечера, с десяти утра до ночи, так скажем. Потому что наша задача дать первой точке как раз-таки зарядить человека таким образом, то есть мы с энергиями работаем, работаем с определенными стратегиями. Самая главная задача, чтобы человек поставил, вернул себе собственные ресурсы. Не воруй их откуда-то, не подключайся к чему-либо. Мы показываем ему, как эффективно двигаться в социуме. Но в первую очередь надо позаботиться о самом себе, то есть понять, где ты находишься, куда тебе надо двигаться и найти источник. Вторая точка у нас называется энергия отношений, потому что это больше об отношениях, отношениях с самим собой, отношениях с близкими, с дальним кругом, в бизнесе. Третья точка у нас это о здоровье. И четвертая точка, она про финансы, про деньги, но мы ее называем материализацией и финансы. Почему? Потому что я сам человек восточный, у нас на востоке про деньги немножечко к деньгам немножко другое отношение, вообще восточное отношение. Это все больше о материальном. То есть деньги для чего? Деньги это средство для реализации своих идей. Так вот, материализация своих идей, вот для этого требуется определенное средство, вполне возможно, что даже денежное. Вот мы говорим о том, что чего-то не было, и вот это реализовалось, вот это и есть, допустим, то есть не было, вы захотели, это и есть. То есть мы материализуем свои идеи. Вот основные четыре такие точки, и еще мы, у нас есть еще двудневные точки, там есть точка именно непосредственно по работе со зрением, но сейчас мы со своей командой решили сделать такую вещь, наш проект такой небольшой, маленький, однодневный проект, называется надсмыслы.ли. Это что такое? Спикерами там выступают мои бывшие ученики, выпускники школы, это ребята, бизнесмены, политики, люди искусства, спорта, которые делятся тем же инструментарем, что они получили на точке, но только через призму своей жизни, как это у них работает, почему это должно быть им интересно в первую очередь, это работает у них, как это работает, как они шли к этому, через какие термины, через падение и взлеты, и они показывают, как это работает реально. То есть не просто теория, а практика. И я пригласил, вот допустим, на этой точке 25-го числа в Сочи будут выступать таких три интересных спикера, кроме меня. Это Дарья Пашкевич, основательница ювелирного бренда Island Soul, человек, который 8 лет жил на Бали, там создал интересный путь у этого человека, сама интересная личность, создала бренд, и за год она сейчас, по-моему, у нее около 30 франшиз, она сейчас, то есть это очень быстро расхлопывается, бизнес, то есть становится очень мощным, сильным. Она, вот я был на открытии ее несколько магазинов здесь, в Москве, но непосредственно сейчас этот бренд продвигается по всему миру, очень быстро, причем за год она это делает, и помог ей, кстати, другой наш спикер, Андрей Сударженко, я его называю серийным предпринимателем, это человек, который создает компании-единороги, вот его цель создать компании-единорогов, то есть компании, которые делают результат за короткое время, он так называемый трабл-шутер еще этот Андрей, он живет в Южно-Соколинске, очень интересный спикер, очень интересный путь у этого человека. Что такое трабл-шутер? Давайте поясним нашим... Трабл-шутер, ну смотрите, в таком вольном переводе, в вольном переводе с английского языка, это отстреливание проблем. Человек, который решает проблемы. Да. И третий спикер, это Евгений Каплан, строитель, но при этом человек, который занимался и в тренинговом пространстве какое-то время провел, и человек, который умеет делать так называемые мягкие инициации, это наш инструмент из точки номер два, точки отношений. То есть как нам рассыпиться со своими проблемами, причем очень мягко, очень быстро. Он это продемонстрирует 25 числа. Если Дарья Сударженко, извиняюсь, Дарья Пашкевич у нас выступает, возможно, я оговорился, возможно, правильно, потому что между этими людьми, между Дарьей и Андреем есть промелькнула какая-то искра и вполне возможно, что она будет и не Пашкевич, а Сударженко. Но, кстати, обратите внимание, я сейчас коллективно и бессознательно запускаю определенную программу, которая и сработает, возможно. Было бы очень хорошо, потому что я вижу, там есть любовь. Да. У нас такая прекрасная воля, поэтому любовь это прекрасно. Кстати, Дарья, Дарья, она недавно переехала в Сочи из Бали. Вот она там купила виллу, я там был интересным. То есть, она там поселилась в Сочи, и именно она была, пригласила нас туда. Больше того, она организовала это таким образом, там будет, допустим, такой еще интересный человек, я чуть-чуть забегаю вперед, Олег Груз. просто наберите его в интернете, Олег Груз это поэт, музыка. Да, из Газгольдера. да, то есть. Да, я знаю. Он в Краснодар приезжал в прошлом году. Да, да. Его музыка, его поэзия созвучна ритмом наших ребят. Ребята все молодые, Дарья, 31 год, я не знаю, насколько это возможно говорить о возрасте женщины, но в данном случае я считаю, что до 42 лет мы все еще юноши. Детство заканчивается только в 21 год. А в 42 года мы должны выйти в предназначение. Кстати, об этом будет говорить у нас Андрей Сударженко о так называемых уронянских циклах. Дарья будет рассказывать о такой науке, как спиральная динамика, только спиральная динамика через призму бизнеса. То есть, это осменит ценностей, ценностных уровней и движения нашего сознания, наших сообществ, коллективов и в том числе бизнесов. Вот таких четыре интересных человека будут представлены. Ну, естественно, Олег, это просто концерт, это музыка, это такое, как вишенка на торте. И мы хотели преподнести это, вот это Дарья задумка и Андрея, и Евгения, преподнести это вот в некой такой ауре южного тепла, комфорта обстановки изобилия, потому что Мерседес-бар, я, правда, там не был, только картинка видел, это ресторан МИ, я понимаю, я по картинке вижу, это действительно обстановка. То есть, окунуть в эту атмосферу, с одной стороны, и дать эти инструментарии, как бы через наше тело, через наше живое общение, через контакт, через вопросы и ответы, в том числе, я буду выступать с такими темами, как медленные мысли. Есть медленные мысли, есть быстрые мысли. Быстрые мысли, это наша внутренняя болталка. Да, 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 диалоги, да? Да. То, что мы, как бы, обычно думаем. А медленные мысли, они, как бы фоном идут, текут медленно очень. И сила медленных мыслей в том, что они лежат в русле так называемых мировых течений. Они работают. Но большая часть населения, большая часть людей, к сожалению, мы на медленных мыслях, думаем какие-то тревожные вещи для нас. Ну, допустим, человек разговаривает с человеком, даже меня сейчас некоторые слушают, слушают, но где-то у них фоном идет, допустим, такое, завтра надо закрыть кредит, а денег не хватает. Я прям даже считываю, но раз мысли такие, я понимаю, что это будет работать. Почему? Денег не хватает, завтра не будет денег. Почему? На медленных мыслях мы запускаем эту программу. И все, чему я, когда только покажу этот момент, мы еще начинаем работать. Я показываю, как это работает. Потому что медленные мысли, это мысли, которые имеют значимость эмоциональную значимость для нашего подсознания. Именно подсознание, не сознание, а подсознание. Потому что все в этой жизни большей частью реализует наше подсознание. И мы учимся менять быстрые мысли на медленные, это можно легко делать, медленные мысли на быстрые. И как только человек приобретает этот навык, что он может менять быстрые мысли на медленные, и наоборот, он приобретает навык материализации своих мыслей. Потому что мы можем запускать процессы, когда не было того, что вы хотели, и это появилось. Не было чего-то в вашей жизни, и оно появилось. Я просто такой пример показываю. И еще у нас будет теория откатов и кризиса обсуждаться. Почему? Потому что как нам себя вести в откатах и кризисах, о позитивном мышлении, отношении к откатом кризисом, и как можно их не то что избежать, а сгладить. То есть принцип Паретта 80 на 20 мы будем использовать вот в этих подъемах. То есть все развивается циклично. Есть подъемы и спады. Вот как некий колокол рисуется. А можно ли сделать так, чтобы нам как бы без падений, тем более без застоев в этих внизинах. Можно. Мы показываем эту технологию, причем она берешь и делаешь тут же. Берешь и делаешь. Но вначале нужно понимание, как это работает. То есть мы даем сперва технологию, то есть правильно как делать. То есть это правило трех П так называемых. Ко всему, кстати, можно приложить. Правильно. То есть технологию даем, технику. Второе. Показываем, как это постепенно усиливать, переводить в навыки. То есть что такое навык? Это действие доведено до автоматизма. Когда мы делаем, не думая. И третье. Это делать регулярно, постоянно. То есть правильно, постепенно, постоянно. И это все выливается в так называемый четвертый П прогресс. И мы выводим вот здесь, с помощью этого момента, мы выводим так называемое потоковое сознание, потоковое движение. Это что такое? Это когда мы не говорим, не надо, ребята, скорость включать. Надо включать поток. Надо уметь ловить потоки. Надо уметь создавать потоки. Посмотрите, как орлы летают. Ведь они просто ловят потоки. Там взмах от крыльев-то особо не видно. Но люди в отличие от орлов, вот чем отличаются орлы от людей? Орлы не создают потоки, они их ловят. А мы, кроме того, что мы можем ловить потоки, мы еще можем создавать потоки. Небольшое количество людей на земле, буквально небольшой процент людей на земле, умеет создавать такие потоки. Они создают потоки тренды, такие как смысловые потоки, идейные потоки, потоки денежные, потоки информационные, людские потоки, потоки то, что называется тренды, мода. То есть они это создают. Но эти два процента буквально и имеют все на земле. Большая часть им принадлежит. Потому что они реально меняют объективную реальность. Они ее создают. Остальная часть, к сожалению, это как потребители немножечко в этом плане. Они потребляют, мало что создают. Но мы можем это все делать все вместе. Потому что для человечества на самом деле требуется для того, чтобы расслопнуться, нам требуется, чтобы мы все включились. Вот большая часть училась людей. 2 процента тоже немало. Если учитывать, что у нас 7 миллиардов людей, это 140 миллионов, тоже немало. Но это как раз те люди, у которых энергоинформационные качества работают. То есть интуитивно ли они это делают, осознанно ли. Может быть их этому учили в точно таких же школах, как и наша. То есть я считаю, что этому можно обучить всех людей. По крайней мере те, кто не сопротивляется. Те, кто готов. Чем отличается вот этот год, 2020. В чем его сила и проблема в том числе. То есть как бы перспектива и опасность этого года. Есть два таких тренда. Они включились в прошлом году. Они готовились на самом деле. Но сейчас они явно обозначают. Причем очень четко. С осени прошлого года и до конца весны следующего года. Это тренд, когда человечество, ну то есть два прямо противоположных тренда, идущих навстречу друг другу. Это когда человечество вот в это время стало на некой развилке. Либо мы развиваемся очень быстро. Идем в развитие. Причем развитие то, что называется сейчас такое модное словечко. Я не люблю его употреблять. Духовное развитие, да. Потому что за этим что-то такое, знаете, там вдруг рисуются лысые люди с красным пятнышком, каких-то там рясок там и так далее, с бубнами, с плясками, с дымовыми завесами, там ладами. Ну и такое тоже есть. Да, такое тоже есть. У них тоже свой путь. Замечательно. Но мы предлагаем идти не путем, а эзотерическим лишь эзотерическим. Мы идем, мы практики. Мы говорим, что да, надо идти. Но это развитие идет в первую очередь через живое общение. Вот мы сейчас с вами общаемся, Натали. Это живое общение. Даже несмотря на то, что между нами там тысячи километров. Но навыки на самом деле передаются только через живое общение. Только через живое общение. От носителя к носителю, от человека к человеку. И медленно, к сожалению. Информации очень много. Буквально она становится, знаете, как мусор информационный. Вот просто шквал этой информации. И человеку требует сейчас больше методология верификации информации, то есть проверку на истинность. И фильтры, фильтра отличной информации. Я все время повторяю, что я люблю статистику смотреть. Статистика Всемирной организации здравоохранения за 2017-2018 год. За эти два года количество информации на Земле увеличилось в два раза. Представляете, все человечество накопило то, что? А за два года в два раза. Мы что, в два раза стали мощнее? Сильнее? Просто это либо старая информация, упакованная по-другому, либо фейковая информация. Есть там и новая, но абсолютно, возможно, не сильно нужная. И нам нужно действительно уметь отбирать эту информацию. Для этого нам нужно будет отвечать на два вопроса, чтобы быстро развиваться. Скоро. Только на два вопроса. Первый вопрос. Что мне делать прямо сейчас, чтобы выжить? Выжить, может быть, в прямом смысле этого слова, чтобы выжило мои идеи, мои принципы, мои смыслы, мое дело и так далее. Второй вопрос, на который надо будет быстро отвечать. Могу ли я доверять вот этому человеку, который прямо сейчас передо мной сидит, находится. Уловили. И решения эти, если до этого это было не так критично, то сейчас именно такие решения, когда ты принимаешь, что тебе делать и можешь ли ты доверять человеку, они становятся действительно критически важными. И вот первый тренд, это идти в развитие через живое общение. А второй тренд, это выбор, к сожалению, может оказаться плачевно. Почему? Потому что это деградация, медленная, к сожалению, поэтому она незаметна. Медленная деградация через, ну в том числе, кстати, через цифровые продукты. Какие? Не все. Какие? Сериалы, новостные ленты. Понимаете, да? То есть низкочастотное общение с низкочастотными людьми, низкочастотные идеи, низкочастотные новости и так далее. То есть вы понимаете, что человек, вы начинаете деградировать, потому что большая часть ваших эмоций, она идет на низких частотах. Потому что все низкие частоты, там, страх, тревога, сомнения, уныние, тоска, там, скука, это максимум 5 герц, до 5 герц. А высокие частоты, это что такое? Вот благодарность, комплимент. Что такое? Вот вы сегодня прекрасно выглядите, Наталья. Благодарю. Понимаете? Я вам комплимент, мне благодарность. И у нас у обоих частота сейчас в данный момент 35 герц. Понимаете? А это необходимо, почему? Потому что частотность повысилась. Она с 86-го года повысилась на много, в два раз фактически. Даже у них говорят три. А пожалуйста, как вот измерять вот эту вот частоту? Потому что я вот слышала о том, что есть там люди, у которых вот там замеряют, прям есть такие практики, что вот такая частота, потом, ну, практики благодарности, практики принятия и частота повышается. Вот ее как замеряют? Ребята, ну, есть у нас физики. Надо идти в науку, на самом деле. Я впервые столкнулся, допустим, с конкретными ребятами физиками, когда еще был преподавателем в УЗИ. Допустим, я тогда возглавлял, работал, вернее, на кафедре археологии. Вынужден был ее возглавить, потому что главный археолог умер на короткое время. Мне нужно было писать отчет. И мне нужно было датировать те костные останки, которые мы нашли на раскопку курганов. Я пришел к нашим физикам в институте, а это физики, ребята, работали с датировкой. Они мне объясняли, как это работает. И когда я понимаю, как это действительно работает, что можно измерять, даже вычислить точное время, когда умер человек с помощью, допустим, того, как они мне объясняли. Вот скорость распада урана, допустим, она такая-то, единица постоянная. Они мне тогда впервые объясняли про так называемую чистоту Шумана. Я тогда первый раз от них услышал, что это действительно та чистота, на которой работает наша Земля. И, в принципе, человек работает с той же частотой. То есть не человек, а его сознание, то есть мозг. Наш непосредственно гипофиз работает с этой частотой. Но частотность сейчас повышается. Это данные, вы можете в интернете просто двумя кликами порыться в это посмотреть. И мы вынуждены повышать частоту, чтобы просто не утонуть в ней. Это похоже, знаете, как вот вода поднимается, и мы уже здесь задыхаемся. Нам надо подниматься. За счет чего? Надо поднимать свою частоту. Сейчас дети рождаются, посмотрите, каждое поколение рождается детей. У детей частотность шишковидной железы, она еще более высокой становится. Если раньше в классической психиатрии считалось, что частота работы сознания более 35 герц, 36 герц считается уже вяло текущей шизофрении, то чтобы сейчас выжить, надо как ни странно быть почти что таким шизофреником. Причем, что интересно получается, сейчас в эту сторону двигаются даже самые деревянные. То есть почему? Мы интуитивно понимаем, что чтобы выжить, нам надо повышать чистоту сознания. За счет чего? И вот как раз таки мы в том числе и в том числе мы предоставляем такие простые технологии, от простого к сложному ведем, как действительно это делать, и это навык, который у тебя должен быть, как некое такое орудие, с которым ты работаешь сам, самостоятельно. Ты не зависишь ни от учителей, ни от учителя, гуру, мастера и так далее. То есть ты от кого-то зависишь. Когда ты получаешь навык, больше того, он у тебя работает, и еще ты можешь его передавать даже другим. То есть внутри нужен некий вектор, это называется духовное стояние так называемое. Потому что люди идут не просто за людьми, они идут за теми векторами, смыслами, которые есть у людей внутри. Если у человека внутренний смысл гораздо выше, чем у тебя, ты начинаешь идти за ним. Почему? Он просто сильнее. Потому что по законам той же материальной нашей физики, малый крутится вокруг большого, а не наоборот. Вот Луна крутится вокруг Земли, Земля крутится вокруг Солнца. Наша Солнечная система, в нашей Галактике Млечный Путь крутится вокруг центра Галактики. Понимаете, да? То есть эти законы работают в том числе в социуме, в том числе в нашем человеческом понимании. Если вы понимаете, что эта личность сильная, мощная, и она движется к чему-то такому мощному, сильному, важному, то есть знает выход. У него виднее гораздо больше, чем у тебя. Ты начинаешь к его мнению прислушиваться, как минимум. Ты начинаешь ему доверять, ты начинаешь к нему тянуться. Почему? Он просто знает выход. Уловили. Здесь самое главное уметь разобраться, не фейк ли это, не внешняя ли это оболочка, когда человек только кажется, он не такой, но он кажется. Вот в нашем понимании надо быть таким, а не казаться. Поэтому, ну это навык, еще раз говорю, это навык. Это не что-то врожденное. Там, ну знаете как, не то что врожденное, а так Богом данное. Вот у него есть, а у нас нет. Вот он может, а мы нет. То есть мы говорим о харизматике не только природной врожденной, а приобретенной харизматике. Мы можем это приобрести, этот некий магнетизм. Вот так вот, Наталия. Я не замотал вас, Наталия. Нет, мне все это очень интересно. Знаете, в саморазвитии есть одно, но ты когда туда заходишь, ты прям не можешь остановиться. Это, наверное, еще, вот смотрите, карантин, который у нас был, ну назовем его так, потому что официально он называется так. Кто-то говорит, что это квантовый скачок, кто-то говорит, что это чистка земли. Вот ваше мнение, что это? Ну то, что оно дано нам не просто так, это понятно. Вот, ну вот на ваш взгляд, что это? Вы знаете, это на самом деле тенденция. В 27-м году заканчивается такая большая программа человечества. То есть мы девятицентровые существа, я таким неким термином буду говорить из дизайна человека. Мы девятицентровые существа, но наш век заканчивается в 27-м году. Осталась последняя семилетка. Люди это чувствуют. Что это значит? Придет другое человечество, так называемые рейвы будут рождаться. Это когда несколько тел на одно сознание. Ну это, чтобы сейчас вы виска не покрутили, большинство слушателей, да? Не испугать, что там эзотерическая чушь пошла какая-то. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что мы понимаем, что программа заканчивается, наша. И мы понимаем, что после 27-го года нам надо будет работать без этой программы. 16 февраля 2027 года мы проснемся все немножечко другими. Какими? У нас как будто бы исчезнут смыслы. То есть незачем будет жить. Вот та программа, которая была внутри матрицы человечества, ну есть такая так называемая программа, матрица, вероятно, состояние человечества. А этот этап заканчивается. Начинается следующий этап. А что у нас получается? Какой плюс? Плюс самый большой в том, что мы переходим на так называемое духовное, ну то есть творчество. То есть развитие нашего сознания, духа. То есть на самом деле мы освобождаемся от человеческих программ. Сейчас обратите внимание, очень тяжело стало рождаться детям. Я люблю статистику, просто вам скажу так. Данные, допустим, с 1972-1974 года. Берем статистику медицинскую. И статистику 2019 года я взял. Количество сперматозоидов сперми у мужчины уменьшилось в два раза. Просто родиться здоровому ребенку сейчас очень трудно. Если 10 лет назад, допустим, на ЭКО, допустим, дети из пробирок, мы смотрели, ну как, на некую экзотику. Сейчас для многих пар это единственный выход. И то, очень трудно даже и это сделать. И такие моменты, как карантин, вот эта пандемия. Вы знаете, предчувствие было всего этого. Просто откуда удар будет, мы не понимали. Это так называемые черные лебеди. Они придут. И этот лебедь, он, знаете, он как предупреждение. Это не так еще страшно. Вот это COVID-19, это еще не такая сильная штучка прилетела к нам. Не такая сильная. Ну смертность, ну не аномально большая, чтобы объявлять это пандемией. В целом. Понимаете, да? Потому что то, что происходит там… Испанка подходит людей. Тоже по статистике. Да. Но, смотрите, в чем тренировочка происходит. Тренировочка происходит в некой изоляции, самоизоляции. Мы учимся работать дистанционно. То есть, мы… Выяснилась такая штука, когда люди остались в закрытой квартире, там, в доме, на 2-3 месяца. Две вещи выяснилось. Человек не знает, что ему делать. Он самим собой не может остаться один на один. Потому что мы боимся остаться самим собой. Потому что мы не знаем, кто мы такие. И самое страшное, мы сами себе не интересны. И плюс, наша семья… Допустим, мы смотрим на семью, а кто эти люди вообще? Кто мои такие дети, они выросли? Или кто такая моя супруга или супруга? И вы понимаете, очень много разладов произошло, когда люди поняли, что они чужие друг к другу. То есть, чужие по отношению к самому себе и друг к другу. Поэтому пришло время разобраться именно в этом вопросе. Понимаете? Именно в этом вопросе. Потому что кто я такой и что мне делать? В каком направлении двигаться? И вот эта пандемия, вот эта самоизоляция, я считаю, если философски к этому отнестись, не в детали не впадать, не уходить в политику. Потому что каждый в этой мутной воде ловит там свое. Потому что, я вам скажу, допустим, за… Опять-таки, я люблю статистику, чтобы вы понимали, за один только месяц карантина у нас появилось огромное количество долларов-миллиардеров. А у некоторых миллиардеров, уже существующих, у них, они за один-два месяца сделали состояние на 30% увеличили, в среднем 25%. Понимаете? То есть, там существует один тот момент, что кому-то это даже выгодно. А почему бы и да? Но вопрос. Ты в этот момент, ты кто? Объект или субъект? То есть, нам-то что делать? Простым смертным, вот так назовем. И здесь, как ни странно, человек понимает, что есть что-то такое, куда надо просто двигаться. Причем, если ты туда не двинешься, ты идешь в путь до градации. И я вам, Натали, очень благодарен за что? За то, что вы открылись, вы меня не знаете. И почему-то вы, вот, неким своим внутренним чутьем открываетесь, потому что не каждый открывается. Нас очень многие воспринимают, ну, нас очень многие воспринимают, как вам сказать, с опаской. Угу. Если раньше такие люди появлялись, они были, знаете, как вот, немножко маргиналами выглядели. Сейчас нас становится много. Мы как столпы, по которым, на которых, как на свае, будет выстраиваться новая жизнь. Правила игры поменялись. Ребята, проснитесь, правила игры реально поменялись. И они меняются у вас на глазах. И нужны какие-то новые навыки быть успешным в этом мире, который меняется у вас прямо на глазах. То есть, уметь жить в условиях постоянно меняющейся реальности, это, знаете, для большинства это как некий хаос. А что такое хаос? Хаос – это упорядоченность более высокого уровня. Но более высокий уровень возникает через разрушение старого уровня. То есть, энергия-то откуда берется? Вот лес был. Я спилил его, дрова сделал. Упорядоченность более сложного уровня. Вот поленится. Потом я разжег костер. Вот упорядоченность другого уровня. В котле варю рыбу. Там соль, там все соединил. Это упорядоченность другого уровня. Потребляю эту энергию, кушаю. У меня появляется энергия, и я сочиняю стихи или пишу книжку, я создаю упорядоченность другого уровня. Уловили? Да. Вот так мы от простого к сложному движемся. Так вот, в данном случае, ребята, наша задача просто понять, как бы нам не стать здесь дровами. Уловите. То есть, чтобы мы не оказались в той самой упорядоченности, которая разрушается. Потому что мир в этом плане, он немножко безличностный, безэмоциональный. Он к нам нейтрально относится, ровно. Наша задача соответствовать их течениям. Наша задача войти в течения мировые и соответствовать этой программе новой. А для этого нам нужно какие-то новые навыки воспитывать себе внутри. Нам нужно их искать, находить и понимать, что это единственные навыки, с помощью которых мы реально можем вписаться в новую историю. И вот даже наш с вами эфир, для многих людей, которые сейчас смотрят его, или слушают его, или чуть позже прослушают его, это как некий шанс. Мы на однодневной точке 25 октября в Сочи, мы идем с девизом, что все можно сделать в один день. Что именно? Человек, смотрите, рождается в один день. Человек умирает в один день. На могильной плите только две даты, и они точные, ребята. Понимаете, да? Мы можем влюбиться в один день, мы можем и поменяться в один день, то есть запустить этот процесс, запустить этот процесс. Мы идем в это пространство с открытым забралом. Мы говорим, ребята, мы, может быть, и не все знаем, но мы кое-что знаем. У нас есть инструмент. Мы в данном случае как проводники, как шерпы. Шерпы в горах, которые проводят через опасные участки. Мы вас ведем к чему? Самое главное мое предназначение и миссия в данном случае, моя жизненная миссия, это выводить людей в предназначение, находить творцов и включать их. То есть вдохновлять их, говорить им о том, кем они реально являются. Это из области как бы третьего сознания, в том плане просто видеть будущее человека, его самый лучший потенциал. И говорить, ты такой. Потому что самый худший тост, я считаю, знаете, это сказать, мне нравится, что ты такой какой ты есть. Не меняйся. Оставайся таким, какой ты есть. Понимаете? И вот этот день сурка я хочу, чтобы у нас поменялся. И я приглашаю всех, кто сможет, особенно жители Сочи, прийти 25 числа в 10 часов 10 минут мы начинаем. И до ночера у нас состоится живая встреча. Живая встреча надсмысла.ли, где мы с вами и познакомимся вживую и запустим те процессы, которые я просто больше чем уверен, что большинство людей осознает, что они сделали, кто там будет. Это может быть для кого-то не первый шаг, а следующий шаг, а для кого-то и первый шаг в том направлении, как очень быстро запустить трансформационные процессы и вписаться в этот сложный, как будто бы, как кажется. Но на самом деле просто очень мощный, но меняющийся мир. Мир меняется и нам надо просто в него вписаться. Натали, я очень благодарен за эту встречу. Если есть какие-то вопросы, может кто-то вопросы задал, я могу на них с удовольствием ответить. Потому что я там вижу много вопросов, но я на них внимания не обращаю. Нет, у нас одни вопросы, у нас тут в основном благодарности и новый вид энергии. Ну да, в общем-то у нас тут собрались, в принципе, осознанные люди, которым интересно ваше мероприятие в Сочи. Ну, мы с вами уже, видимо, на другой немножко чистоте волне, поэтому у нас, соответственно, аудитория такая сегодня собралась. Кстати, вот вопрос задают, где это будет проходить и так далее. Смотрите, как узнать подробнее. В инстаграме .ли, если вы сможете, дайте ссылочку. Там в тап-линке вы можете уже подробнее с информацией ознакомиться. Хорошо. В общем, мы сохраним эфир, потому что просят очень сохранить эфир. Вот, и я отмечу инстаграм .ли, вот, и по всем вопросам, в общем-то, через несколько дней вы можете встретиться с Нурланом лично. Вот, я думаю, что это вот потрясающая и прекрасная встреча. Ну, а я приглашаю вас в Краснодар с вашей прекрасной программой. Вот, будем мы очень рады. Я думаю, что у нас в Краснодаре тоже большое количество осознанных людей. Вы, кстати, в Краснодаре можете встретиться с Дарьей. Она вот завтра, по-моему, вылетает туда, Дарья и Андрей. Будут в Краснодаре. Посмотрите ее инстаграм. Дарья Пашкевич. Или island soul. Дарья soul. Да. Душа. Да, да, да. Я посмотрела. Да. В общем, я желаю. Будем тоже, да. Благодарю вас за эфир. Прям вот невероятный у меня подъем в середине дня. Вот. Прекрасного вам окончания и проведения сегодняшнего дня. И замечательного вам мероприятия. Я думаю, будет много инсайтов у всех, кто посетит это мероприятие. Двигайтесь вперед. Вот, что я могу вам пожелать, друзья. Я сейчас обращаюсь к 599, 95 нашим зрителям. Если вы в Сочи, вам так сильно повезло. Присоединяйтесь. Развивайтесь. За этим. Всем вам и вашим слушателям я желаю, во-первых, свободы, развития, любви и счастья для себя и своих близких. Всего доброго, дорогие друзья. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.